Вам не атмосфере, а ваше слово, как и бездно, как и бездно, как и бездно. Вы слышали, что сказано в древнем, не при любодействии. Реально у него, как всякий, кто смотрит на женщину с подберением, уже при любодействии с ней сердце своем. Вот слово «вождение». Что оно означает? Это устаревшее выражение означает испытывать страстное желание, непреодолимое влечение в чувственном виде. Потому что оно редко встречается, такое слово. Меняется сам характер греха. Вот сейчас слышали, Иисус говорит, в мире всем прелюбодейным и греш. На первом месте стоит даже не грех, а прелюбовеяние. Весь мир назван прелюбодейным. В духовном плане, в физическом. Сейчас как будто ничего нигде нет, только об одном. Каждую газету, какой будет даже серьезная газета, обязательно кто с кем развелся, где свелся, кто был, и сколько раз. И только об одном и одном тоже. Данное человеку для пользы и дела, для продолжения рода человеческой превратилось в сплошной грех. Так это две тысячи лет назад еще сказано. Мир прелюбодейный и грешный. Пророк говорит, толпами ходят в дома блудниц. Это не сегодня. А сегодня как будто вся страна спихнулась на этом. До самых малых детей. Повторяю, Достоевский сто с лишним лет назад говорил, дети десятилетние и развратные. И опять предложение начинает, десятилетние и развратные. Это как удивление было. Сейчас у меня никакого удивления. Поставленная программа развратить. Понятия о чистоте вообще отсутствуют. Родители, бабушки, насадите чистоту целомудрия в детях. Вы уже очень многое опоздали. Начинаете от обратного работать. Во мне было домой, чем это закончилось. По несколько раз замужем были, несколько раз женились. Не считая там беспорядочной всякой связи. То есть глусность. Жизнь грех. Прелюбодеяние. А чем тогда от блуда отличается? Блудник это не женатый. Прелюбодеяние женатый. Вот только вся разница. А грех один и тот же. А какой больше грех? Ну что выявляет? Один и тот же. Ну если уже так хочешь знать прелюбодеяние, хуже. Потому что у него была отдушина. А у того не было. Заталус так объясняет. Хотя грех-то один и тот же. Бытие 3 глава 6 стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И приятно для глаз. И вожделенно. Потому что дает знание. Значит вожделение дает какое-то знание. Все испытывайте, хорошего держитесь. Вот он испытывается, 140 раз женится. Испытывается. Все одно и то же. Самое-то главное вожделение не ведет к добру. Жена увидела, что дерево хорошее и приятно для пищи. Да ведь глазами-то не определяет, а языком. Даже сразу видела, что она не так судила. Глазами. Хотя женщина больше, говорит, слушает ушами. Я рассматриваю слово вожделение. Насколько оно понятно нам. Исаия 1,29. А они будут постыжены за дубравы, которые стали вожделенны для вас. И второе место. Исаия 2,16. Корабли и все вожделенное ухшение для них. Мы слышим это все об Израиле. А ведь суд-то идет о том, что это все у нас. Вот сегодня вожделение, главное, это храм. Где бы ни появились величия, храм построить. Храм. Храм Господень. Храм Господень. А храм что? Подходит. А у вас купола нету. Вожделение это купол. Смотрим. А у вас иконы только бумажные. А дорогих нету. Вожделение к иконам, особенно к мироточивым, к кровоточивым, к мироточивым. Самое настоящее помешательство. С иконой по всему городу ездил, ездил, пока не убили по всему миру. И опять вот образ солдата, убитого в Чечне, начал мироточить. Помешательство. Хотя понятно, что все это может делать и сатана. Ему какая разница. Через что и как. Если он людей избранных брал и насмехался, и через них творил свое дело, а через предмет для него этой нужды никакой нет. Если он в храме на литургии присутствует, и на месте настоятеля стоит. Сейчас так. Исайя. Сорок четыре девять. И вот идолы, возленнейшие их, не приносят никакой пользы. Я не говорю, что иконы это не идолы. Но иконы сделали идолом, самым настоящим. И никакой пользы-то нет. Одними иконами отставились. Я сколько раз говорил, когда приходите на богослужение, к иконам нигде не подходите. Даже к кресту здесь не подходите. Встань или сядь и жди начала богослужения. А вот кончится богослужение, один раз придем. Я вот сколько раз сделал замечание потеряю. К неделе пройдет, опять дети приходят, да еще разворачиваются, раскланяются, хулиганы. И все кланяются. А он такой двоечник. Развернется к народу и все ему кланяются. Вожделеннейшее для них. Оставьте это все. Ты думай только о дом. Как я услышу слово Господне. Да как оно во мне вместится. А все эти вожделения, прихоти, пожелания страстные оставь. Это все уводит в сторону. Оно не приближает к Богу ни на грамм. Особенно помешались сегодня на паломничество, на мощах, рил, крошах, фаршируют. Даже не знаешь что. Святость во внешнем ищут. Это все вожделение. А к этому только одно слово. В прах ты и в прах возвратишься. Больше ничего нету. Все остальное грех. Ты вот у нас есть священное писание. Есть крест. Нам этого достаточно. Кончится служба. Положите Библию здесь. Пусть она рядом лежит. Где она есть? Достать ее. Положите. На ногой. Сейчас же. Мысленно прислоняясь и говори. Господи, ты пошел на крест. Дай мне желание все перенести. А вот священное писание. Я к нему прислоняюсь сердцем, губами, умом. Да войдет оно в мое сердце. Оно не войдет, если ты не будешь заниматься. Я прошу у тебя любви. Любовь это не вожделение. Вожделение это страсть. Притом на погибель. Галатам 5.16. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Лекарство очень простое. А что такое по духу? Духовное означает бессмертное, вечное. Иконы, храмы, все это остается на земле. Вожделение их. Слово Божие войдет в вечность. Да, ангел нес в руках вечный Евангелие. Ничего больше нет. Ни храмов, ничего нет. И Христос вечен. Да, вечен. Туда устремимся. Помышляйте о духовном. Все, что ведет к бесконечному царству небесному, что во Христе, это все духовное. А духовное, тогда это покрывать. К этому привязану никак не будешь. Оно есть, но оно должно быть у нас в храме. Оно и все. Вот у нас, слава Богу, иконы как-то не так близко, не могут доставать. По иконам вообще нигде здесь не ходите и не ищите по стенам. Вот какая икона праздника нам положили, нам этого достаточно. У нас разные иконы праздничные лежат. Не вожделяйте к этому. Это самое настоящее идолопоклонство сегодня выразилось. Вот придут и по стенам лазят, ходят, как мертворожденные. Премудрость Соломона 8.5 Какое есть вожделение, в котором утонули многие сегодня? Богатство есть вожделение. И вожделенное приобретение в жизни. Ну и что? Но премудрость богаче того. Вот сейчас бы сказали, кто хочет быть богатым? Как ты считаешь, какого? Миллион? Сегодня миллион ничего не значит. Чтобы потеряя попоселиться сегодня, нужно миллион двести тысяч. Уже знаем, сколько требуется. Поэтому, чтобы сегодня тебе считать достаточно богатым, ты рассчитан должен за сотни миллионов. И сегодня сказали, вот в городе объявили, сделаем богатым, кто сюда придет, отстоит службу. Я думаю, что здесь забиты были бы крыши все вокруг. Все дворы, все, до проспекта и до другого города было бы. Это вожделение у людей сегодня. Идут на что угодно. Студентов опрашивают, не каких-то, а юристов. Если выгода вам есть, вы на нарушение закона пойдете, 85% сразу не задумываются опять. Или, конечно. Так вы же блюзители закона. Богатство выше того. А почему это должно быть вынижение? Сирахов 19.31. Она просто премудрость. Премудрость страх Божий дает. Нет, что бы ни давали, я никогда не поступлюсь с чистотой и совести. Никогда. И детям, и внукам это наказываетесь. Чтоб с чужой вещи не прикасались. Повторяю, особенно за маленькими детьми, смотрите. У нас тут брошенные ручки, карандаши постепенно исчезают где-то. Ребенок пришел домой, ты еще дома раз проверь. Нет ли него еще из гостей пришел? Не принес? И где это взял? А после этого воздайте столицею. Купите, принесите, отдайте и ребенка накажите. Сирахов 19.31. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделения, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Вожделение. Что не увидит, глазами все хватает. И в одеянии, и в питании. Специальные кулинарные книги. Мне почему-то все кажется, что это нарочно люди делают. Не голодные. Когда ты голодный, да ты эту корочку размочишь, такая она хорошая, такая вкусная. Вот одно вожделение на каждом шагу везде. Куда ни посмотри. В одной школе учится, нет, отдам в элитную. Что получил, это мало, другое. Меняет все, дома, место, жену, веру. Что из-за вожделения. С вожделением надо бороться. Серахов 24.4 Возношение очей и вожделение отврати от меня. То есть оно оккупирует нас. Какое-то пожелание лучшего. Если это доставляет кому-то вред и душе твоей. Надо определить. Это тоже нужна мудрость. Ты не знаешь, а может это давным-давно уже у тебя вожделение. Это даже часто меняет квартиру. Съедание-то надо делать. Посмотрите. Серахов 37.24. И вот есть нечто, что не запрещается, но и во главу угла не ставится. Красота жены всего вожделения для мужа. На красивый-то приятно смотреть, а с приятным легко жить. Так если бы кто меня научил. А чего ты искал? Красоты, конечно. А теперь верующий стал, детей нажил. Не то я искал. Надо было послушание искать. Сознанием дела человек говорит. А вожделение тебя привели к тому, что ты уже ничем не руководишь. Премудрость 4.12. Прямо вожделение касается плоти. Волнение кохоти развращает. Вот почему я говорю, что брудник скудоумен. Этого надо бояться, и в детях насаждайте целомудрие. Говорите, что впадший в грех, ребенку показываете, он сразу будет в аду. Ты будешь беспамятный, ты будешь глупый, рассеянный. Святой Аполлос и святых отцов считал грех блуда самым страшным грехом. Я, может, и не понял до конца, но скажу, что за этим что-то есть. Люди, впадшие в этот грех, они уже никогда не смогут смотреть чисто на женщину, на сестру и мать, ни на кого. У него все время дурные мысли. А ребенка можно было в этом сохранить. Дайте им страх. Дети крещеные, если впадают в блуд, кандидатура со священством снимается. Вот что еще важно. Он никогда священником не будет. Да, он будет судей, прокурором. Но священником после крещения впадшие в грех, а дети-то крещеные в детстве у нас. А вот это правило сегодня не соблюдается. Вот такое блудодейство в уме, духовный разврат среди священников идет. Они ничего не понимают. А с кем не поговоришь? После крещения впадали в грех или еще хуже. Не первый раз женаты. Премудрость. Пиракт. 26-23. Не засматривайся на красоту женскую. И не похоже на жену. Все это было понятно. И не сегодня, и не вчера. Как одевались. Вы думаете, случайно, что так как в мешках ходят одеты мусульмане? Ну, конечно, им еще походство. Четыре жены официальные разрешаются. Но они смотрели дальше. Во-первых, это не у всех. Он должен справку представить, что может четыре квартиры купить. Должен представить. И что он будет со всеми женами, ни одна не будет жаловаться на него, что он как муж с ней не бывает. Это мы думаем так, а вот каждый. Нет, далеко и далеко не каждый. Но как они одеваются? Смотришь, одна прорезь, две глаз. Вот посмотрите, у старообрядцев одеваются в храмы, вот у них специальные, называется, сарафаны, горбач называют они. То есть скрывает горб, все рельефы тела. Тоже посмотрите, сестры, внимательно на свою одежду. Когда уходите из храма, в самом храме, может быть, что-то надо посмотреть, сделать. Куда идете? Тавид 8,7. В брачную ночь стали на колени молодые. Вот кто думает, жениться, слушайте, как надо молиться. И ныне, Господи, я беру сестру мою, не для удовлетворения похоти, но поистине, как жену. Благоволи же ко мне помиловать меня и дай мне состариться с нею. Главная эта цель, какая была, исполнить волю, которую родители сказали из другого племени. Даже удивительно, ведь столько встречалось девушек на пути, которые были к нему расположены, но как самцом он не стал делать, а сказали, там, из твоего нефалимого колена, там сестра, здесь сара, да очень опасная, уже семеро из нее погибли, воля родительская, все поборолась. Сегодня абсолютно неправильно поставлено, что сама девушка с кем-то знакомится, кого-то ищет, или юноша. Всем этим занимались родители старшие. Они должны были сказать, мы расположены друг к другу, а дальше этого не должно было идти. Дальше посмотреть, все взвесить, сказать, во всех нациях мира именно такой порядок сохраняется. Иногда даже перед самым обвенчанием впервые только видят друг друга. Из Икииля 23.20 говорится о какой-то женщине, которая пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть, плоть оцлиная, и похоть, как у жеребцов. Что это за женщина? Решла об Израиле. Вся страна осталась одним сплошным блудодеянием. И Господь называет вместе с Самарией их. А Иудея еще хуже, говорит, оказалось. И видя, что я наказал сестру ее, прелюбодеянную, которая сама давала подарки любовникам, родственным египтянам, которая блудила с изображениями. Ну, ладно, дело прошлое. А ведь это касается православия. Вот некоторые сегодня до того, вас желали идти в патриархию, это прелюбодеяние. Потому что они не подпадают ни под одно правило сегодня. Говорят, он потерял 362-й указ патриарха Тихона силу. Да, потерял. Потому что коммунистический режим впал. Но патриарх не предвидел то, что сама патриархия переродится. Там ничего того не будет прежнего. Что там разбойники захватят все главные места. Торгаши. Вот чем дело-то. Соединять это нам не с кем. А вот с такой силой идут друг друга отталкивать, пробиться туда и хвалиться, в каком чине его приняли. Они еще не знают, что их ждет. Я теперь уже начинаю молиться. Господи, не дай им умереть, те, которые туда рвутся в патриархию, чтобы они увидели плоды этого соединения. И может быть, Бог даст им покаяние. Я просто умоляю Бога. Если вам понятно, о чем я говорю, попросите Господа Бога. По-другому нельзя никак. Чтобы они сами увидели, куда они людей затаскивают. Сегодня зарубежная церковь является хоть маленьким голосом, призывающим к совести. Этот голос будет заглушен. Даниила 13.10. И оба они были уязвлены похотью к ней, к Сусане. И оба погибли. Иоанн 8.44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Вот откуда это все идет. Любое похотение, любое вожделение, это от сатаны. И вот со страхом нужно к этому подходить. А как бороться? Избавим я от лукавого. Сокруши сатану под ноги, как читаем Римлянам 16.20. Другого пути нет. Это сатана все всевает. И как он ее возлюбил, Фомай. И так же возненавидел после совершения греха. И ее возненавидел больше, чем возлюбил. Так и здесь. Достиг, дальше ничего нет. Не верь. Есть такие специалисты, он говорит, я потрачу несколько лет, буду вокруг ее ходить, доказывать свою любовь. Достигну и тут же брошу. Он знает. Никогда не верь. Об этом деле надо молиться, как молилась святая Иустина. Чтобы это так говорить, рухнул там с крыши. Он и птицей может прилепляться. В Новом Завете Петр говорит, 1 Петра 2.11. И как пришельцев и странников, я вас прошу, удаляйся от плотских похоти, восстающих на душу нашу. Я вас посмотрел, как к нам относятся. Думаю, православие прожило в этом похоти, вот в монастыре. Вот хоть бы один из родственников был в монастыре, он весь род наш отмолит. Это та же самая похоть, и она не от Бога, когда Господь говорит, идите в мир и проповедуйте. Мы должны реально посмотреть сегодня. А вот сегодня жизнь определяется церковная это наличием и высотой в монастыре, и митрополит Алис сказал. Я когда просчитал это, я его рядом был, видел, как он молится, как будто это другой человек. Да по монастырям как раз определять не духовность можно, это совершенно напротив. Удаляйся от этих похоти, восстающих на душу. Мало что ты желаешь. Ты всегда сверяй себя, по слову Божию или нет. Тогда твое духовное рассуждение будет. 2 Петра 1.4. Призывает Петр, чтобы мы удалялись от господствующего в мире распления похотью. Две тысячи лет назад у такого связанного с законами, такой строгости воспитанного, как фарисеев, и распления господства в мире, они страдали от этого. То есть сегодня, если бы они вышли, я так думаю, то эти люди попросили одну, только мы не будем Бога, возглавить Господи, не хочу жить, смотреть на это все. Какое одеяние, какие фотографии, как к любому киоску подойти, но одно и то же, и за дня в день, и за дня в день, показать себя голым. Я понимаю, красота тела, это все, да еще в обмноженном количестве раздетой женщины, только вот как, знаете, продают иногда каракатицы морские. Да Господь создал тебя для того, чтобы ты глаза поднял на небо, посмотрел, как там прекрасно все. И тогда это все у тебя связано будет с райской обителью, утеряно, Бог сразу одежду дал, оденься. Мы не случайно говорим об одежде столь много. Сам Господь Бог Поехал уже обратил на это внимание. Кремлянам, 1,27, и разжигаясь похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам, и получая самих себе должное воздействие за свое заблуждение. Сегодня выжигать мир буквально надо. Официально регистрируют, так называемый, секс меньшинств. Почему лгут словами? Святые запрещают. Садомиты, другого слова нет. Садомиты, мужеложники, проклятие, только живьем сжигал их Господь. Я не призываю их сжигать, но другого нет. Мне вам вопрос задают, а как относятся мусульмане к крайне врицательным? Галатам, 5,24. Те, которые христовы, растяли плоско с растями и похотями. А вот теперь и посмотрим. Не растял плоско с растями и похотями. Или не целиком со Христом, или прости Господи, помилуй, помоги. А у неверующих ничего этого нет. Я напоминаю, Златоуст говорит, чтобы быть добрым, у христианина три причины. Три. Вот первое, это обещание будущих благ. Второе, страх наказания, если ты грешишь. И третье, милующая благодать Божия, которая укрепляет человека, помогает бороться. А когда ничего у человека этого нет, неверующий, как он может устоять? Это Златоуст говорил, когда шел в храм, а ему сказали, ваши христиане, посмотри, что творят. Они хуже неверующих. И он сказал проповедь, что христиане, которые поступают неправильно, я это и без вас знаю. А чтобы неверующие поступали правильно, этого я сказать не могу. Оно не может быть по-другому. Поэтому главное для нас это молитва к Богу. Галатам 5.24, значит, распяли плоть со страстями и похотями. Колосинам 3.5, умертвите злую похоть. Совершенно. Второй Тимофеев 2.25, 22, юношеский похоти избегай. Юноши, вы победили дьявола, лукавого. Это связано, говорят, только с похотью. А как это возможно? Ну, самое лучшее лекарство это жениться. Другого нет. Не можешь один, лучше жениться, нежели разжигаться. А я тогда в монастырь пойду, ты только увеличишь это. Ты почитай, что тебя святых такую беду они имели. А тогда просто, если бы обещаний никакого не было, вообще бы этого не было. Второй Тимофеев 2.22, Второй Тимофеев 3.6, вкрадывается в домы, обощает женщин, утопающих в различных похотях. Это тогда было. В титуле, ну, конечно, среди язычников. Три-три. Мы некогда были рабы похоти. А ныне? А ныне познали Бога. И можем другим сказать. Бороться можно только постом и молитвой. Это нам очень сильно помогает пост. Не забывайте, три недели уже позади, так кажется? Если мы не уменьшаемся в габаритах своих, ну, а какая в пользу? Зато, если половина поста прошла, если мы хотим, не хотим, ну, половина, скоро Пасха, а каждый-то думает, все можно будет есть. А ты не радуйся этому. Радуйся, если половина грехов была. Итак, рождается похотение с вожделением. А посмотрел на женщину и все, уже согрешил. Не согрешил. Согрешил ты только еще в уме. А если прошел мимо, ничего не было, ты воздай Богу благодарность, что благодать Божия тебя спасла. Не верующий этого ничего не знает. Ну, а как? В чем? Не смотреть на женщин? Да я некрасивый, как на них не посмотреть-то? По-другому рассуждай. Здесь говорится, что если бы позволило возможность, то есть я уже готовый ко греху. Вот речь. Как у нас здесь был маленький дошкольник один, целовали крест, целовали крест, а он пришел домой и говорит, баба, почему крест целовали? Надо же девочек целовать. Значит, нужно противоядие дать. Очень большое. И это страх Божий. Если вы прожили жизнь в страхе Божьем, вы поймете, другим не удержать. Особенно молодежь, когда будет где-то жить не дома. Не заводите никакой дружбы с неверующими. Не допускайте этого. Никаких звонков, перезвонов, ничего, чтобы этого не было. И одной, особенно на дочери, вот сильно дожди, ни одну нигде никогда не оставляй. Итак, если говорится, кто посмотрит на женщину, то это касается и женщины, кто посмотрит на мужчину. Избавление наше целомудрие во Христе Иисусе. Аминь. 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 Аминь.